Привет, ребята! Сегодня 14 февраля и давайте не будем изменять традиции. Начну влог, как всегда, с кухни. Мне кажется, что большинство моих влогов начинается именно с этого места. Сегодня мы с Олегом пойдем на 50 оттенков серого, как бы банально это не звучало. Мне кажется, что большинство моих подписчиков именно сегодня пойдут смотреть этот фильм. Если вы сходили 14 февраля на этот фильм, то ставьте лайк, и я буду знать, какое количество людей было 14 февраля на этом фильме. Пишите обязательно в комментариях, понравился вам 50 оттенков серого или не понравился, потому что по поводу книг было такое прям жесткое разделение. Кому-то книги очень понравились, кому-то книги совсем не понравились. Я пока не буду вам говорить свою точку зрения, потому что я еще не посмотрела фильм. Когда посмотрю, то обязательно вам, конечно же, скажу. Сейчас я позавтракаю и встречусь. Привет, народ! Сегодня уже 17 число. Прошло уже несколько дней после того, как я посмотрела 50 оттенков. Не получилось у меня снять в прошлый раз влог, потому что, ну, все-таки мы были с Олегом, и мне как-то хотелось больше с ним время проводить, чем видео снимать. Тем более, это было 14 февраля, День всех влюбленных и все дела. Давайте я вам все-таки расскажу в двух словах свое мнение по поводу этого фильма, потому что очень многие спрашивали меня. В принципе, фильм каких-то бурных эмоций у меня не вызвал, то есть совершенно нейтрально. Ну, сходила, да, посмотрела, да, все. То есть больше ничего. Но вот что касается музыки и что касается самой картинки, как снят фильм, как все смонтировано, как все сделано, мне очень понравилось. Но, видимо, еще это из-за того, что я сама занимаюсь монтажом, съемкой, и для себя некоторые моменты я, скажем так, подметила, и мне это было действительно приятно смотреть. И я, вот, если честно, я в последнее время очень часто обращаю внимание именно на съемку и монтаж любого ролика, любого фильма, потому что, ну, сама, когда начинаешь как-то больше этим заниматься, то становится интересно, и на каждую мелочь в фильме обращаешь внимание. Так вот, музыка мне настолько понравилась, что я даже скачала себе альбом в этом, в iTunes, «50 оттенков серого», и вот сейчас хожу его, слушаю постоянно, мне он очень понравился. Вот, музыка в фильме действительно потрясающая. Опять же говорю, что фильм не вызвал у меня каких-то бурных эмоций, то есть я знаю, что большинству он почему-то совсем не понравился, многие ожидали от него большего, но, как бы, на вкус и цвет товарищей нет. Пишите в комментариях, понравился вам он или нет, кто смотрел. Ну, конечно, фильм строго 18+, даже старше. На вторую и на третью часть я, конечно же, схожу, потому что я дочитала и вторую, и третью книжку. Ну, в общем, нейтральное у меня такое отношение к этому фильму. Олегу этот фильм совершенно не понравился. Другие, мне Олег подарил три горшочка с розочками, скажите мне, пожалуйста, как за ними ухаживать? Я вот мучаюсь, купила, вернее, не купила, у меня Олег тоже купил вот такое вот средство, это прикормка для цветов, и я вот, когда их пересадила в горшки, что-то вот как-то они у меня начали в листочке желтеть, в общем, какая-то ерунда началась, я просто до этого никогда цветы не выращивала, и он мне подарил, и как бы не хочется, чтобы они у меня завяли. Очень переживаю, я вот для них прям целое место выделила, такую клееночку постелила, чтобы подоконник не пачкать. Специально горшки купила, дедушка у меня попросила его, так что напишите, пожалуйста, как ухаживать за домашними розами, потому что, ну, знаете, как бы, когда твой парень тебе дарит цветочки, все-таки хочешь, чтобы они жили, да, ну, я думаю, вы меня поняли. Поэтому напишите, может быть, есть какие-то хитрости или советы, пишите обязательно. Кстати, девчонки меня спрашивали, как так у меня волосы быстро растут. На самом деле они у меня не очень быстро растут, но я где-то раз в неделю делаю себе масочку из касторового масла, ну, то есть, как бы, покупаю просто касторовое масло, оно дешевое, и где-то по вот такой вот бутылочке я, можно сказать, выливаю себе на голову. Если вам будет интересно, то я сниму видео о том, как я ухаживаю за волосами. Только что сняла видео для вас, что находится в моем айфоне. И, честно говоря, не знаю, почему вам так интересно смотреть, что находится в айфонах у блогеров. Я такие видео очень редко смотрю. Вообще, можно сказать, не смотрю, но раз вам интересно, раз вы спрашиваете, то решил для вас снять. В общем, сейчас я пойду перекушу, и нужно будет вынести мусор. Кстати, ребят, вернее, не ребят, девочки, если кто-то из вас делал себе губки, то напишите, пожалуйста, мастера какого-нибудь хорошего. Я все-таки думаю, что хочу я себе их сделать. Как бы не надо, пожалуйста, сейчас писать всякую гадость в комментариях. Это мое тело, это мое дело и моя жизнь. Поэтому я просто с вами делюсь, что происходит у меня. Вот, если кто-то из вас делал, то напишите, пожалуйста, внизу мастера какого-нибудь, ну, действительно хорошего, действительно проверенного. Я буду вам благодарна. Сейчас такой вообще ступор был. Сама себя насмешила. Короче, ладно, пойду кушать. Смотрите, как у меня система. Это не хухры-мухры, это не белая стена у меня. Это фон. У меня моя комната скоро превратится просто в студию для съемки видео. Точно. Все, 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 несу всякую чушь, пошла кушать. Сейчас, значит, я стою, завариваю чай, говорю своему брату, я говорю, давай ты вынесешь мусор эти 50 рублей, да. Что ты мне ответил? Ты используешь детский труд? Где это вообще, где вообще, я не понимаю, научился он этого, я без понятия. Говорю, где-то научился, он говорит, не знаю, где-то услышал. Ну, короче, походу, причем ты самую мусорую носитель. Ладно, 50 рублей богаче. Ты уверяешь, что ты не хочешь на помойку? Хочу. А, уже хочешь? Захотел. Захотел? Очень захотел? Да. А за бесплатно? Нет, давай. За бесплатно отнесешь мусор? Нет? Ну, так, все, договорились, да? Да, только сейчас. А когда? Чуть полчасика. А, что ты будешь полчасика делать? Ну, ладно, сейчас чай попьешь. Я говорю в Shadow Fight 2. Во что? Shadow Fight 2. Я не знаю, что это такое. Это какая-то игрушка на iPad. Сейчас чай попьешь. Ты нормально поел? Да. Короче говоря, все-таки мы пошли на помойку вдвоем, потому что на улицу уже темнеет, и, естественно, я его одного не отправлю. Хотите знать всю правду о блогерах? Вот так и живем. В спортивках, в углах, с помойкой ходим, да? Мы такие же люди, как и вы. Я не знаю, почему мне некоторые люди пишут то, что, о, ты там популярная, еще какой-нибудь бред. Я себя не считаю популярным человеком, я себя считаю просто обычным человеком. Вот так. Сейчас, наверное, еще чуть-чуть погуляем, и потом пойдем домой. Ты все уроки сделал? Ну, мне надо с мамой сделать. С мамой? Понятно. Ну, ладно. Ребенок затащил меня в магазин. Ходим, смотрим сладости какие-нибудь. А потом будем, наверное, дома смотреть какую-нибудь киношку. Что со мной делают дети вообще? Я не могу им нормально сказать нет. Знаете, что самое прекрасное в жизни? Это сама жизнь. Я вот сейчас вышла на улицу, потому что тут такое классное солнышко, и я просто хожу, слушаю музыку, и действительно наслаждаюсь тем, что происходит вокруг меня. И, ребят, нужно научиться как-то позитивно мыслить и относиться ко всему тоже позитивно. Жизнь – это такое счастье. Вот честно. Жизнь – это такое счастье.